У врача не очень опытного, такой пациент иногда вызывает подозрение, а не отправит ли его к психиатру. Он перенес тромбоэмболии легочной артерии, он зависим был от трансфузии. То есть 26 лет пациенту не могли установить диагноз. ПНГ – это самая порочная, самая злобная тромбофилия, известная в медицине вообще. И тут-то она беременеет очередной раз. Ничего себе. И самое ужасное в том, что мы ей категорически запретили. Как долго нужно лечить эту болезнь? Всю жизнь. Сегодня у нас в гостях заведующая первым в России отделением акушерской гематологии Кулаковского центра, кандидат медицинских наук, врач-гематолог Мария Алексеевна Виноградова. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Здравствуйте. Мы бы хотели сегодня поговорить о такой болезни, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Что это за болезнь? Когда она появилась? Как ее диагностировать? Вообще болезнь пароксизмальная ночная гемоглобинурия очень интересная. Крайне редкая, но очень интересная. Появилась она уже очень давно. О ней стало известно более пяти десятков лет назад. Но особенность ее в том, что исходно это было совершенно неизлечимое заболевание. И пациенты, которые страдали ПНГ, а в общем-то сокращенно пароксизмальная ночная гемоглобинурия называется ПНГ, мы ее, наверное, так и будем дальше именовать для простоты, это была болезнь, с которой мы ничего не могли сделать. То есть гемолиз, разрушение эритроцитов, это основной и главный симптом этого заболевания, приводило к тому, что эти пациенты начинали страдать от тяжелых форм аномии, выраженной желтухи, нарушения функции почти всех органов и систем, и они просто потихоньку медленно погибали, просто уходили. То есть это не какое-то острое состояние, которое раньше нам показывали в старых фильмах, когда из глаз, из носа, из ушей течет кровь, и, соответственно, человек истекает кровью. Это хроническое состояние, которое потихоньку убивает пациента? Да, это хроническое состояние, при этом само название, в общем-то, сейчас уже не актуально. Само название пароксизмальное и ночное уже утратило свою такую ценность и значимость, потому что мы знаем теперь, что это не пароксизмальное, то есть не пароксизмами происходит гемолиз, а постоянно. И, в общем-то, не ночное, то есть не только по ночам, как раньше казалось страшно, по ночам что-то происходит с нашими больными. Нет, к сожалению, с ними это происходило в течение всей жизни, после, с момента дебюта заболевания. А вот гемоглобин урея действительно имеет место, и вот именно этот термин представляет собой следствие гемолиза. Так вот, раньше эти пациенты погибали, и погибали очень медленно, потому что у нас не было никаких возможностей им помочь. А модель чуда, которое заключено в этой болезни, заключается в том, что исходно вот такая почти неминуемая гибель в течение нескольких лет с момента дебюта сменилась на надежду, как только появился подход к терапии. Вот мы сейчас имеем таргетную терапию, я думаю, что мы ее еще потом обсудим. Но вот именно это таргетное воздействие, целевое, как вот ключик-замочку, этот препарат подходит, не просто изменило прогноз этих больных, не просто позволило им выжить, а вернуло им абсолютно адекватное качество жизни. То есть они не просто живут, а они могут жить так же, как здоровые люди, находясь на терапии. Отлично. А я вот хочу спросить, как терапевт участковый, амбулаторные практики, приходит ко мне больной, и на что он должен пожаловаться, чтобы я заподозрил ПНГ? Вот опять же, в этом тоже очень такая большая необычность и сложность этого заболевания, что жалобы полиморфны. Мы, как врачи, понимаем, что гемолиз – это разрушение эритроцитов. То есть просто клетки, которые должны циркулировать, нести гемоглобин к тканям, к сожалению, они по каким-то причинам разрушаются. Причины эти известны, сам патогенез известен. Происходит мутация, мутация такого гликозилфосфатидилоназитового якоря, который удерживает белки-защитники. То есть клетка-эритроцит защищен белками от атаки нашей иммунной системы. А в частности, от такой части иммунной системы, которая называется система комплимента. Очень красивое название, но на самом деле очень грозное осложнение, все, которые связаны с атакой системы комплимента. И вот, к сожалению, мутация, которая приводит к утрате этих белков-защитников, соответственно, она приводит к тому, что клетки эритроцита становятся незащищенными. И незащищенные этими белками, они атакуются нашим комплиментом, к сожалению, который не может их распознать как собственные клетки, и разрушаются. То есть вот такой комплимент, опосредованный гемолиз, приводит к тому, что разрушение эритроцитов дает симптоматику гемолиза, желтуху, снижение гемоглобина, страдание почек, потому что формируется почечное повреждение, а далее очень быстро формируется хроническая болезнь почек. И очень важный симптом, очень важный такой риск, который связан с хроническим гемолизом, это риск тромбозов. Причем тромбозов любой локализации, тромбозов как венозных, так и артериальных, это могут быть и тромбозы сосудов конечностей, это могут быть и внутрибрюшные тромбозы, но самое такое важное и тревожное, это могут быть инсульты, инфаркты, причем сразу фатальные, к сожалению. Так, очень страшная история, значит, может быть вернемся немножко, портрет пациента у меня нарисовался, как врача в общей практике, приходит немножко дутловатый с почечными отеками пациент, имеющий низкий гемоглобин и желтый. Не всегда так ярко может прийти неодутловатый пациент, который жалуется на боли в животе. И вы, как доктор-терапевт, начинаете думать, а с чем может быть связана такая боль в животе? Обследуете брюшную полость, ничего там не находите, все в порядке, и органы не увеличены, и нет никаких заболеваний, допустим, печени, а периодически формируется желтуха, которая потом сама может проходить. И так волнами течет это заболевание, при этом есть анемия, и есть опять неспецифические жалобы. То боли в животе, то эректильная дисфункция, если это мужчина, то какие-то очень тяжелые, такие затяжные головные боли. И, в общем-то, у врача не очень опытного такой пациент иногда вызывает подозрения о неотправительного к психиатру, потому что нету совершенно никакого... Даже опытного врача эти жалобы, они, в общем-то, не подведут никак к диагнозу. Вот та же самая гемоглобинурия, она может быть патогенетическим признаком заболевания? Мы можем ее увидеть? Вот при тяжелых формах, да. Мы всегда ее увидим, потому что это потемнение мочи. Если мы, соответственно, эту мочу исследуем, мы увидим вот эти признаки гемолиза, которые, соответственно, характерны для мочи. Если мы правильно исследуем анализ крови, мы увидим не только анемию, но и повышение такого фермента, как лактат-дегидрогеназа. Собственный ЛДГ, лактат-дегидрогеназа, это является основным маркером гемолитических процессов. Он не специфичен. Этот фермент будет повышаться при любом гемолизе. Но если мы видим, что есть анемия, есть ЛДГ, мы сразу думаем о том, что есть гемолитическая анемия. И вот уже здесь, на этом этапе, мы должны обязательно выделить таких пациентов в группу особого риска и их обязательно обследовать. И направить к какому специалисту? Исходно, если терапевт может провести дифференциальную диагностику. То есть вот самое главное – распознать гемолиз. Вот это самое сложное. И самые частые ошибки как раз связаны с тем, что вовремя не распознается гемолиз. В принципе, я думаю, что это как раз часть, которая лежит на плечах врача-терапевта. Как только распознается гемолиз, здесь уже лучше перенаправлять гематологам. Но это не всегда возможно. Не во всех регионах, например, есть гематолог сразу в доступе. Ну и потом у нас, конечно же, терапевты. Это вообще терапия – высшая область медицины на самом деле. А гематология – часть терапии. Поэтому здесь кто сделает это, не так важно. Но важно привести дифференциальный диагноз форм гемолиза. Аутоиммунный или нет? Кроме вот таких простых методов, которые мы проводим диагностику, исключаем все заболевания, которые могли бы привести к болям в животе, и анализ на лактатогидроминазу, есть какой-то специальный анализ генетический, или может быть аутоиммунный или иммунный анализ, который скажет, что это как раз ФНГ, а не такой какой-то другой. Вот отлично, потому что здесь мы как раз подошли к тому счастью врачей, которое бывает крайне редко, когда действительно есть подтверждающий тест. Вот наша задача сначала заподозрить, выявить гемолиз и установить синдром гемолитической анемии. А после того, как мы установили синдром гемолитической анемии, мы можем направить такого пациента на тест клон ПНГ. Этот метод проточной цитофлоэрометрии по крови выявляется клон, потому что, собственно, те клетки, которые пострадали от мутации, то есть самые приобретенные гликозилфосфатидилоназитолового якоря, они составляют собой клон патологический, который лишен, собственно, вот этих белков-защитников. И методом проточной цитофлоэрометрии этот клон выявляется. То есть если он есть... Он проходит, и мы видим. Да, да. Вот, 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 и значит у нас... И мы его считаем. Просто вот сколько, соответственно, он составляет, какой процент среди всех клеток составляют патологические клетки. При тяжелых формах обычно этот процент близок к 90-100 даже бывает. При легких формах, таких субклинических, так называемых, этот процент может быть до 10. И здесь мы не увидим никакую яркую симптоматику. Вот такая картина имеет место, если мы обследуем группы риска. А здесь необходимо сказать, что группами риска для ПНГ являются пациенты с костно-мозговой недостаточностью. То есть это апластическая анемия, милодисплазия и другие патологии, связанные с нарушением кровотворения. Но все-таки в первую очередь это апластическая анемия. Этот анализ делается в любой лаборатории? Нет, он делается не в любой лаборатории. Это действительно узкоспециализированный анализ. И, в общем-то, наверное, по всей России можно пересчитать те лаборатории, которые этим занимаются. Потому что анализ очень четкий. И, сами понимаете, здесь действительно ценность очень важна. То есть ошибка недопустима. Здесь важно потом таким пациентам назначать таргетную серьезную терапию. Так вот, у нас есть помощь, когда, позвонив на определенную горячую линию, и при необходимости мы этот телефон, соответственно, разместим. Это горячая линия для врачей. Врач звонит на этот телефон из любого города России и направляет кровь на диагностику ПНГ. Соответственно, выполнив все требования, которые предъявляются к этому анализу, он получает результат – да или нет. Есть ли здесь диагноз или нет. А как быстро делается этот анализ? Ну, в целом, конечно, если мы сразу ставим, то он делается достаточно быстро. Но, учитывая всю логистику, учитывая то, что постановка проб занимает какое-то время, чаще всего ответ где-то за две недели. Может быть, иногда чуть больше. Но в контексте вообще прогноза заболевания и в контексте того, что первичные симптомы обычно развиваются из-под вольгодами, это совсем малый промежуток времени. Это допустимый промежуток, чтобы решить вопрос. Допустимый, да. Не нужно сразу бежать и назначать какие-то лекарства. Вот, это очень важный момент. Конечно, не нужно назначать, если нет угрозы жизни. Нужно сначала установить диагноз, а потом мы будем знать, что назначить. Потому что коллеги сейчас профессор Кулагин Александр Дмитриевич, который, собственно, возглавляет российскую часть Международного регистра пациентов, страдающих пароксизмально-ночной гемоглобией, ну и, собственно, вообще один из основоположников изучения ПНГ в нашей стране, они провели исходно очень большую работу по нюансам диагностики. И удивительный вывод был сделан, что на первичных этапах, когда мы только работали над тем, как вот рассказать врачам, как диагностировать такое редкое, сложное заболевание, ошибок в выявлении даже гемолиза было больше 70%. То есть неправильно распознанное вообще состояние, лежащее в основе. А, соответственно, сам диагноз, неправильно установленный, неправильно трактованный, он приводил к тому, что начинали лечить совершенно неправильно. И это лечение не только не помогало, оно подчас еще и ухудшало состояние больных. В частности, например, в архиве Игоря Андреевича Лисукова, который вместе с Александром Дмитриевичем исходно стоял у истоков, есть пациент, который страдал различными симптомами и наблюдался у врачей-терапевтов, неврологов, сосудистых хирургов. По поводу хронической болезни почек он перенес тромбоэмболии легочной артерии, он зависим был от трансфузии. То есть 26 лет пациенту не могли установить диагноз. Были разные многократные смены. И только через 26 лет выполнили вот этот тест и получили диагноз ПНГ. И уже все эти диагнозы, которые были, они перекочевали в осложнение. Это как раз демонстрация того, каким образом было становление диагностики ПНГ в России. Мария Алексеевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к изучению парасигзиональной ночной гемоглобину РИИ? Это такая сложная, редкая тема. Как сподвигло направление? Ну, я вообще работала в Национальном центре гематологии. И, конечно же, у нас там, в принципе, были больные с разными нозологиями. Но мне всегда была интересна та часть, которая является неизлечимой. Это вообще то, что меня привело в гематологию. Вот как человек погибает, а мы не можем ничего сделать. И тем более, когда это исходно. Вот позавчера еще абсолютно здоровые люди, а сегодня вот они неизлечимы больные. Мне как раз очень хотелось это изменить. С одной стороны, изменить их судьбу. А уже дальше, со временем, ну, я, к сожалению, вошла во вкус, и мне захотелось изменить судьбу их семей тоже. То есть, когда им самим стало лучше, захотелось помогать им иметь детей. Так вот, исходное наблюдение пациентов с пароксизмально-ночной гемоглобинурией, оно пришло, конечно, из-за пластической аномии. То есть, тех пациентов, которых мы лечили с пластической аномией, часть из них страдали по НГ. И вот таким образом мы с ними познакомились. А дальше уже, ну, многих мы знаем уже, страшно сказать, наверное, больше 20, а некоторых даже больше 30 лет. А как только появляется такой диагноз, этот пациент переходит из юрисдикции терапевта, юрисдикцию гематолога или кого? В целом, да. Хотя, конечно же, бывают исключения. И, опять же, это связано с особенностями организации здравоохранения в разных местах. Но в целом, это, конечно, гематологическое заболевание. И по совокупности причин. Во-первых, риск осложнений тромботических требует от нас определенного подхода. Во-вторых, эти пациенты нередко зависимы от трансфузии. Им приходится переливать кровь. То есть, ну, сейчас это эритроцитная взвесь. А, конечно, это возможно, в общем-то, только в стационаре. И чаще всего в стационаре гематологическом. И необходимо, чтобы было отделение переливания крови. Ну, и плюс бывают осложнения, связанные с трансфузиями. Этим все-таки всем занимаются гематологи и трансфузиологи. Ну, и плюс, конечно же, анемия, тромбоцитопения, которая может быть у этих пациентов. Кстати говоря, не обязательно глубокая, но она все-таки обычно формируется. И осложнение, вот если гемолиз происходит длительно, и мы его не купируем, даже зная, что хронический гемолиз сопровождается тромбогенным риском, мы не всегда можем предотвратить тромботические события. Даже если мы назначаем тромбопрофилактику, даже если мы назначаем серьезные дозы антитромботических препаратов, это подчас не помогает. Вот это удивительно. Как сказал один из исследователей ПНГ, испанец Лицата, он, что ПНГ – это самая порочная, самая злобная тромбофилея известной медицине вообще. Потому что это длительный процесс, сопровождающийся протромбогенным риском. И вот это порочное изменение, собственно, всех процессов гемостаза приводит к тому, что даже назначение антикоагулянтов недостаточно эффективно. И нередко эти пациенты развивают тромбозы, это действительно самый серьезный риск в их состоянии, среди всех их осложнений. Так они могут развить тромбозы даже на антикоагулянтной терапии. Вот такой парадокс. Поэтому, конечно же, первое, что мы должны выявить сам гемолиз, если мы видим, что его интенсивность очень высока, есть даже такой отдельный термин – высокая активность заболевания, когда уровень лактатогидрогеназа в полтора и более раза выше верхней границы нормы. Опять же, здесь цифры мы не говорим, потому что в лабораториях могут быть различные пороги. Но вот эта высокая активность, если это сопровождается симптоматикой. Можно уточнить, дебют заболевания – это вообще детская болезнь или это болезнь взрослых? В целом, эта болезнь может выявляться в течение всей жизни. То есть с ней могут столкнуться и педиатры, и врачи взрослых, наблюдающие. Но чаще всего такая вот медиана диагностики – это люди репродуктивного возраста, это пациенты в районе 30 лет, активные, чаще всего длительно не обращающиеся к врачу, потому что они считают, что эта симптоматика совершенно недостойна внимания, если это не тяжелые формы исходные, если это не выраженный гемолиз. И поэтому, к сожалению, часто бывает так, что первый симптом – это как гром среди ясного неба – тромбоз. Тот или иной. То есть тромбоз внутри брюшных сосудов, тромбоз иногда церебральных синусов, или же тромбоз более распространенный, тромбоз, допустим, вен, ног. Но вот чем интересны тромбозы у таких пациентов, мы понимаем, что больше 99% – обычно это все-таки вообще среди всех тромботических событий, у всех людей – это тромбозы вен, ног. Так вот, у этих пациентов чаще развиваются нетипичные тромбозы. Синдром Банкюария, обусловленный тромбозом внутри брюшных сосудов, тромбозы церебральных венозных синусов и такие вот необычные какие-то изысканные тромботические события, которые сложны в диагностике сами по себе. Поэтому иногда симптоматика может быть настолько необычной, что этот пациент приходит и жалуется на что-то, что врач не сразу понимает, с чем связать. Вот в этом самая такая главная сложность этого диагноза. До тех пор, пока мы не установили диагноз, мы не знаем, как лечить. Много ли таких пациентов в принципе? Часто ли встречается это заболевание, чтобы нам ориентироваться? Да, это заболевание орфанное, ну, к счастью, наверное, да, то есть действительно крайне редкое, всего лишь несколько человек на миллион в год мы можем выявлять. И, в общем-то, частота эта напрямую не растет. Несколько улучшается диагностика в течение последних десяти лет. Но особенно учитывая то, что есть такой подтверждающий тест, раньше его не было, несколько десятилетий назад. Но в целом это заболевание остается орфанным, остается редким. Мы должны это понимать, что регистр по всей России существует тоже неспроста. Да, пациентов в каждом регионе есть единичные такие пациенты, но они все очень сложные, с очень интересной, тяжелой судьбой, с абсолютно полиморфными симптомами. И, к сожалению, даже неблагоприятные истории, которые были чаще ранее, сейчас их все меньше, они тоже все очень и очень отличаются. Это прям каждый раз отдельная история, отдельное художественное произведение. Такой вопрос, который задают все наши пациенты, и даже просто не пациенты, а здоровые, которые ищут у себя какие-либо иные состояния. Это заболевание генетически обусловленное? Или это может быть заболевание генетически обусловленное с определенными факторами риска? Либо это приобретенное заболевание? Заболевание приобретенное, но при этом генетически оформленное. Потому что здесь приобретенная мутация происходит. Она не наследуется, она не передается потомству, если пациент с этим заболеванием, допустим, беременная женщина, и рождается у нее ребенок, не передается. Но, к сожалению, вот эта мутация, она приобретенная непонятно по какой причине. То есть обмучение, химия, экология, нет причин? Достоверных причин неизвестно. Возможно, это исходная какая-то поломка. Когда мы говорим о костно-мозговой недостаточности, которую нередко сопровождает ПНГ, там тоже есть исходное нарушение кроветворения, исходное нарушение регуляторных процессов в костном мозге. Поэтому я думаю, что вот эти сбои, они все-таки неспроста. Я думаю, что, может быть, полное геномное секвенирование когда-то нам поможет ответить на эти вопросы. Но сейчас мы до конца этого не знаем. Единственное, что интересно, чуть более вдаваясь в подробности всех нюансов клональных патологий, а все-таки ПНГ, несмотря на то, что это не опухоль, это клональная патология, как мы говорили, клон ПНГ, клон вот этих клеток, которые подвержены гемолизу. Так вот этот клон, мы очень надеялись, что он может исчезнуть сам. И в литературе описано несколько случаев, и мы даже сами знаем единичных пациентов, у которых это действительно произошло. А так как, в общем, мы все наблюдали, мы были в неком таком, мы были пионеры, совсем сталкивались впервые. И мы так обрадовались, что вот оно, полное излечение, вот оно, абсолютное чудо, все, никакой терапии не нужно. Оказывается, радовались мы зря, потому что свято место пусто не бывает. И, к сожалению, исчезновение клона ПНГ может привести к возникновению другого патологического клона, еще более агрессивного, и здесь уже развитию опухолевого процесса. В частности, различных форм острых лейкозов. И это пока не статистика, это действительно единичные наблюдения по всему миру. Но вот такая исходная радость сменилась, в общем-то, пессимизмом, потому что те заболевания, которые пришли на смену этому клону, еще более неблагоприятные. Если все-таки повезло нашему пациенту, и вот он мучился, мучился какое-то время, и мы поставили диагноз, и его включили куда? В диспансорную группу здоровья, в регистр, наверное, профессиональный. Кем занимаются, чем занимаются гематологи? То есть он стал по щитам. Какие блага дает ему нахождение в регистре? Ну, регистр, конечно, создан не с целью получения благ, а в целом с целью того, чтобы в практике каждого гематолога можно по пальцам пересчитать, сколько будет таких пациенток за всю его жизнь, за всю его практику. И, конечно же, здесь какую-то статистику получить очень сложно. И все поняли, что раз мы говорим о орфанном заболевании, само по себе орфанное заболевание требует объединения врачей по всему миру. И поэтому во всем мире был создан вот такой всемирный регистр больных ПНГ. И мы благодарим всех участников и специалистов, которые ведут этот регистр, потому что это позволило нам получить информацию о том, что действительно происходит с этими больными. Вот эти единицы объединились в регистр, и здесь мы видим вот те самые тысячи пациентов, которых мы можем уже проанализировать с точки зрения эффективности терапии, особенности развития осложнений, выживаемости, рождения детей и все остальное. И в России, естественно, вот эта часть российского регистра, она точно так же функционирует. То есть как только пациенту устанавливается диагноз ПНГ, как мы только получаем положительный тест, этот пациент включается в регистр. Не просто хорошая практика, это обязательно сделать, потому что лечение пациент не сможет получить, если он не состоит в регистре. А может ли нам рассказать о таких ситуациях, когда вы думали, что все плохо, сейчас все закончится трагично, и вдруг что-то поменялось? Или бывало наоборот, что казалось, что все хорошо, и вдруг стало все плохо? Есть ли такие клинические примеры, клинические случаи? Расскажите про них, нам будет очень интересно. Да, конечно, потому что гематология вообще, она как раз вот очень богата такими судьбами, когда все на грани. Особенно на самых ранних этапах ведения болезни. И вот те годы, когда мы проходили ординатуру, аспирантуру, таких пациентов было очень много, и мы действительно не всегда знали, чем им помочь. Ну и вот, в частности, по ПНГ вспоминается одна из наших пациенток, которая исходно страдала апластической аномией. Молодая девочка, соответственно, она получила часть терапии, которая положена по протоколу апластической аномии. А потом в частичной ремиссии у нее возникает первая беременность. И, конечно, ей говорят о том, что нет, категорически нельзя рожать. В те времена еще это было невозможно, и это было сопряжено с очень высоким риском. Она прерывает эту беременность. Конечно, эмоционально это очень тяжелая была ситуация. Плюс еще нет полного эффекта от лечения. Какое-то время проходит в такой же частичной ремиссии, она беременеет вновь. Семья у нее, конечно же, они хотят детей. Ей опять не разрешают категорически прерывать. Со слезами, с, в общем, очень тяжелым эмоциональным восстановлением она прерывает вторую беременность. И дальше лечение в целом ей не требуется, потому что она стабилизирована по аплазии. Но со временем постепенно у нее на ведущие позиции выходит клон ПНГ. Тогда мы еще полностью об этом не знали. Она наблюдалась в нескольких стационарах. Она была не из Москвы, и поэтому в основном ее коллеги наблюдали из другого города. И в тот момент, когда у нее пошла основная клиника, клинические проявления, пароксизмально-ночной гемоглобин урии, она беременеет в третий раз. Терапии тогда еще не было у нас в доступности. И, соответственно, здесь уже, имея в опыте вот эти две потери, она никому не говорит о том, что она беременная, и приходит уже к врачу в сроке где-то 19-20 недель, когда прерывать уже поздно. При этом она зависима от трансфузии, потому что у нее ухудшается течение ПНГ, у нее гемолиз, у нее высокий билирубин, у нее очень плохое самочувствие, у нее выраженный астенический синдром, у нее нарастает одышка, и при этом тяжелые проявления легочной гипертензии. То есть такое впечатление, что она успела перенести тромбоэмболию легочной артерии мелких ветвей, но, по-видимому, все-таки ее именно пережила, потому что исходно очень такие резервы у ее организма явно были большие. И здесь мы подключились именно вот уже в те времена, я уже работала в федеральном центре акушерства, и мы подключились, соответственно, к центру гематологии, к центру акушерства, ее коллеги из ее города вели эту беременность в надежде все-таки, что и она останется жива и, соответственно, удастся сохранить жизнь этому ребенку. Беременность была чрезвычайно тяжелая. Семь или восемь рецидивов инфекционных осложнений, постоянная зависимость от трансфузий, эритроцитов, тромбоцитов, бесконечные антибактериальные препараты, тромбопрофилактика. На этом фоне геморрагические осложнения, потому что у нее была еще и тромбоцитопения в эту беременность. И на этапе ее наблюдения мы не могли даже примерно сказать, насколько ее прогноз может быть хотя бы частично благоприятным. То есть действительно осложнение за осложнением, и у нас нет возможности терапии эти осложнения как-то предупредить. Мы только пытаемся их лечить, и, в общем-то, чаще всего не очень успешно. И где-то в сроке беременности в районе 30 с небольшим недель у нее начинается такое осложнение беременности, как при эклампсии, и приходится досрочно выполнить родоразрешение. И, к счастью, все-таки ребенок остался жив. И, несмотря на все ее заключения, она тоже, в общем-то, частично восстановлена была и сразу в послеродовом периоде. Нам удалось избежать и тяжелых тромбозов в послеродовом периоде. И, в общем-то, уже в улучшенном состоянии она поехала домой. Но при этом мы пишем о том, что в настоящий момент уже есть ПНГ, нам нужно лечить ПНГ, а тогда только в России появлялся этот препарат. Вот еще буквально вот единичные пациенты получали эту терапию. И она получила эту терапию. Она очень быстро поняла, что препарат работает, потому что это было абсолютно чудо. Она себя чувствовала до него очень и очень плохо. У нее все были осложнения, какие только можно. У нее достаточно быстро ушла полная зависимость от трансфузии. Иногда приходилось переливать компоненты крови, но, в общем-то, раз в несколько месяцев. И тут-то она беременеет очередной раз. Ничего себе. И самое ужасное в том, что мы ей категорически запретили, потому что действительно это было очень рискованно, и мы тогда не знали, насколько на этой терапии можно носить это беременность. Какие могут быть последствия для ребенка. Ну, в общем, договорили, говорим, Ирина, никаких беременностей. Мы знаем всю вашу историю. Поберегите себя. У вас есть ребенок. Посвятите себя ему. Но не получилось. Поэтому в 19 недель я вижу в дверях стоит Ирина, перекрашившаяся в белый цвет. Наверное, думала, что, соответственно, она сменила образ, и, соответственно, все сменится и в эту беременность. Говорит, да, я сейчас получаю таргетную терапию. Да, у меня срок беременности опять там 18-19 недель. Ну, а что делать? Ну, мы уже дальше опять носим эту беременность. И здесь все шло совершенно иначе. Те осложнения, которые были в предыдущую беременность, отсутствовали. Минимальная зависимость от трансфузии сохранялась, и то только потому, что там не было полной ремиссии о пластической аномии. ПНГ было полностью взято под контроль. Гемолиза фактически не было. Мы знаем о том, что при экламсии, вот этот вот поздний токсикоз, чаще всего, если он был в предыдущую беременность, он обычно рецидивирует следующую. Так вот, в данном случае на фоне таргетной терапии не было и при экламсии. И просто срочные роды оперативные, абсолютно стабильный ребенок, абсолютно стабильное ее состояние на том этапе. Для нас это было абсолютное чудо. Мы вот первый раз такое видели. И она сама так, в общем, она, конечно же, понимала, на что она идет. Но, получив такой вот эффект от терапии, мы все были очень воодушевлены. Но здесь, как всегда, у этих пациентов бывают американские горки. То есть через какое-то время они начинают прогрессировать апластическая аномия. А что значит прогрессия апластической аномии? Полностью падают все показатели крови. То есть почти нули лейкоцитов, очень низкие гемоглобины, уже не из-за гемолиза, из-за того, что есть костно-мозговая недостаточность, зависимость от трансфузии тромбоцитов и ограниченные резервы, потому что она получила все варианты терапии ранее, именно по апластической аномии. И здесь опять у нее, на ее пути, случилось чудо. Опять движенность? Нет, к счастью, к счастью, нет. Но ей подошла ее родная сестра, с которой они жили в разных городах, но так сложилось. Тут ее протипировали, и получилось так, что она полностью идентична, и она может выступить для нее в качестве донора безопасного. И в Санкт-Петербурге ей выполняют эту трансплантацию без осложнений, выдержав определенный период после беременности, чтобы она могла без инфекционных осложнений уже подойти к трансплантации. И у нее сохранялось полностью донорское кроветворение, она вновь вернулась к абсолютно нормальному образу жизни. И вот, наконец, эти американские горки, по крайней мере, на этом этапе, были как-то вот завершены на оптимистической ноте. Двое детей здоровых, прекрасные, она показывает их фотографии. Замечательная история. Нет, она попросила нам перевязать трубы. Этот пациент попадает к гематологу, ему ставится диагноз, включается в регистр, и ему назначается, если положено, терапия. Да. Она ежедневная, она раз в месяц, она раз в полгода или раз в год. Ну вот в настоящий момент у нас существует один препарат в доступе в России. И вообще, опять же, почему я еще говорила, что это модель, вот она модель, как раз и была на наших глазах создана. То есть эти пациенты погибающие получили-таки вот этот таргетный препарат, который явился просто жизнеспасающим. То есть препарат, который является моноклональным антителом. В чем его таргетность? Он является ингибитором комплимента на уровне С5 компонента и полностью блокирует комплимент опосредованный гемолиз. И все, гемолиз проходит, а, соответственно, проходят и все осложнения, которые им обусловлены. Мы просто выключаем тот патогенетический механизм, который является основным. А клон так и ходит. А клон есть. И клон никуда не уходит. Но при этом все проявления, которые связаны с угрозой жизни, они блокируются. И вот такой препарат есть. Он называется экулизумаб. Исходная эта молекула пришла к нам из Соединенных Штатов. И мы благодарны, потому что это было абсолютное чудо. Сейчас же есть наш отечественный биоаналог, препарат, который называется элизария, экулизумаб. Он не уступает по эффективности и безопасности исходной оригинальной молекуле. И сейчас наши пациенты получают эту терапию так же, как ранее получают. Два дилетантских вопроса, с вашего позволения. Если мы включаем С5-компонент комплимента, и он перестает работать, он перестает работать на всех реакциях иммунных и защитных, либо только на гемолизе? Здесь очень интересный момент, что С5 – это все-таки уже терминальный комплекс комплимента. Соответственно, все то, что раньше, та активация, вообще альтернативный путь комплимента, в первую очередь, он, конечно же, чрезвычайно важен для безопасности нашей жизни. То есть он все время включен, а, соответственно, наша обычная жизнь связана с различными микроорганизмами, с различными повреждающими факторами. И поэтому нет времени подключить гуморальную часть иммунного ответа. Для выработки антител требуется иногда много суток. И альтернативный путь комплимента позволяет реагировать мгновенно, всегда и сейчас. Вот мы с вами сейчас сидим, у нас альтернативный путь работает вовсю, несмотря на то, что нам ничего не угрожает. Поэтому, конечно же, если бы мы выключили полностью работу всего комплимента, это было бы небезопасно. Но так как С5 относится к терминальному комплексу, то есть к продвинутому уже, к отдаленному такому этапу действия иммунного ответа, это не влияет на противоинфекционную защиту. Многочисленные исследования привели к тому, что получили небольшой процент повышения риска менингококковой инфекции у этих пациентов. И, естественно, тут же мы, ну не мы, а, соответственно, наши коллеги, кто об этом узнал, стали вакцинировать пациентов от менингококковой инфекции до назначения терапии. Или, соответственно, если нет такой возможности, сходно назначаются антибиотики, которые противостоят менингококку, а дальше уже там через две недели, когда после вакцинации, когда уже есть иммунный ответ на менингококок, дальше уже просто продолжается терапия. А пациент с ПНГ, вот его гематолог забыл включить в регистр, он может как-то куда-то написать письмо, в Кремль, например, еще куда-то, для того, чтобы его включили в регистр, если про него забыли, или там нет гематолога, кто может его включить сам? Здесь есть несколько вариантов действия. Вообще у нас очень активное пациентское движение. Вообще все, что связано с орфанными заболеваниями, явилось таким толчком к развитию пациентского движения, пациентских организаций. И вот в частности у нас есть пациентская организация «Дом редких», которым вот тут в ближайшее время, в 20-х числах апреля, у них день рождения. И мы их от всей души с этим поздравляем, потому что они огромный вклад внесли в судьбы наших пациентов. Не просто помощь, а объединение опыта, юридическая поддержка, поддержка коммуникациями, общение с врачами, информирование другими способами. Вот это все дополнительное, такое плечо друга, которое обретает каждый из этих пациентов, потому что они, конечно же, зная, что это заболевание чрезвычайно редкое, сначала они думают, что они наедине с собой, а тем более, если, к сожалению, по каким-то причинам им не очень повезло, допустим, с тактикой врача, диагноз не установлен, или диагноз установлен, но терапии в свое время не назначаются. Такое нечасто бывает, но, к сожалению, действительно бывает. А их состояние ухудшается, им необходимо получить помощь. Здесь они всегда могут обратиться в пациентскую организацию, и вот «Дом редких» нам помогает. Вот если, допустим, в регионе, дальнем регионе, там Ханты-Мансийск, не знаю, там Мурманск, может быть, там Ямал или где-то еще, Магадан, доктор получил информацию о том, что у пациента, у его пациента такое заболевание, с чего он должен стартовать? Ну, конечно, сразу просто пишется вот этот документ, который является неким запросом для обеспечения, потому что, к сожалению, стоимость препарата не позволяет его, ну, фактически не позволяет приобретать его самостоятельно. Поэтому, да, у нас есть государственное обеспечение. Почему еще важно включать в регистр? Потому что вот именно через всю эту документацию происходит обеспечение этих пациентов годами. И ведутся просто обсуждения, на каком уровне это должно происходить, потому что сейчас это лежит на плечах регионов, а, к сожалению, у нас, ну, как вы знаете, регионы не все имеют одинаковые возможности финансовые, поэтому где-то, ну, одно и то же количество пациентов будет обеспечиваться хорошо, а где-то, к сожалению, на них финансов может не хватить, и поэтому эти пациенты, возможно, будут получать препараты с перебоем. Так вот, сейчас идет просто разговор о том, чтобы это все-таки была федерализация, и, возможно, федерализация такого обеспечения улучшит их судьбу. То есть это решение будет приниматься на федеральном уровне и дальше отдаваться в регионы. Кроме антикоагулянтов, кроме наклональных антител, какие-то традиционные, нетрадиционные методы, значит, лечения есть или нет, что нужно избегать, если вдруг, допустим, есть кулибины, которые стараются чем-то обнадежить эту категорию пациентов и говорят, что только вот такая ситуация, там, лопух, например, на правое ухо поможет. Чаще всего какие методы могут люди применять? Допустим, переливание крови системное, там, плазма ФРС, например, может быть смена костного мозга, то есть в рамках лечения. Потому что люди на самом деле стараются найти все возможные там вплоть даже необычных или каких-то даже опасных методов лечения. Какие вы предстаряжения нам сделаете для наших докторов и пациентов, чтобы они оберегались и не шли во все тяжкие? Ну, здесь вы абсолютно правы. И за это время количество лопухов разного цвета, конечно же, цвело. И сейчас мы уже находимся на том этапе этого пути, чтобы рассказать об особенности каждого из этих лопухов. То есть действительно у него есть свое место, и ни один из них не признан реальным терапевтическим подходом. Наверное, позволю себе начать с трансплантации костного мозга, потому что на нее возлагались наибольшие надежды. И вообще, в принципе, гематологи много работают с трансплантацией костного мозга там, где это возможно. Так вот, исходно действительно думали о том, что стоит заменить костный мозг. Это, конечно, сопряжено с определенными осложнениями от самой манипуляции. Но что вроде бы все сразу после этого будет хорошо. Так нет. К сожалению, количество осложнений после трансплантации у больных с ПНГ чрезвычайно высоко. И поэтому само по себе установление диагноза ПНГ не является показанием для трансплантации. Мы знаем риски, мы знаем особенности. И трансплантация применяется только у пациентов с апластической аномией в рамках показаний к трансплантации при апластической аномии, а, соответственно, с клоном ПНГ. Вот только тогда. Если это просто ПНГ классическая форма, или же если апластическая аномия в той, ну, допустим, частичной ремиссии или тем более в полной ремиссии, которая не требует трансплантации, трансплантация не выполняется. Есть ряд определенных терапевтических воздействий, начиная от глюкокортикоидов, заканчивая циклофосфаном, плазмоферезом, там, различные методики применялись. Они абсолютно себя не оправдали, то есть они в лучшем случае неэффективны. Сами понимаете, глюкокортикоидная терапия, особенно рецидивирующие такие курсы, они приводят просто уже к другим осложнениям. Это и остеопороз, это и дополнительное повышение тромбогенного риска, это и нарушение углеводного обмена и так далее. Здесь действительно очень много сложностей, которые как раз должны ограничить применение этих необоснованных методик. Что же может ухудшить состояние пациентов, что может привести к, есть такое понятие, гемолитический криз? То есть, например, хронический гемолиз идет, идет, и вдруг массивно разрушается большое количество клеток. Вот это как раз и есть криз, когда гемоглобин был на определенном уровне, и вдруг он падает там фактически до 30-40 грамм на литр. И вот эти гемолитические кризы, конечно, они требуют госпитализации, они требуют определенной интенсивной терапии, которая направлена и на восполнение объема кровотока, и на дополнительную тромопрофилактику, и на оккупирование самого криза. Хотя в целом мы не можем остановить этот процесс, но мы можем его несколько стабилизировать, и дальше уже этих пациентов выписывать в стабильном состоянии. Мария Алексеевна, вот на сегодняшний момент орфанные заболевания, пароксизмально-ночная гемоглобина урия. Мы сегодня про нее проговорили, поняли, определили, как лечить, как вести. Где докторам есть возможность получить новую информацию? Есть ли специальные программы для обучения гематологов, специалистов этой истории? Ну, вообще все этапы образовательной деятельности и вот нашего такого повышения знаний по ПНГ, они как раз были за последние несколько лет. То есть, действительно, мы почти ничего не знали про эту болезнь. Мы почти ничего не знали про то, каким образом комплимент может повреждать собственные клетки. И насколько действительно серьезные жизнеугрожающие осложнения могут быть впоследствии. Вот те самые комплименты, опосредственные осложнения. И поэтому долгое время ведутся вот такие образовательные школы для врачей. Они были сходно еще заложены компанией «Алексион», которая привела к нам на рынок первичные препараты «Кулезумаб». И изо всех сил, действительно, с большими возможностями поддерживается сейчас компания «Генериум», которая выпускает «Элизари», за что мы им очень благодарны. Потому что, с одной стороны, у врачей разных специальностей, раньше это были только гематологи, а сейчас это врачи разных специальностей, которые стоят вот у начала диагноза. Та судьба человека, когда вот в максимально короткие сроки нужно установить диагноз и начать терапию. Вот благодаря образовательным мероприятиям, организованным компанией «Генериум», сейчас мы между собой объединяем и терапевтов, врачей общей практики, гематологов, анестезиологов, реаниматологов, флебологов, сосудистых хирургов, пульмонологов. И вот эта вот такая междисциплинарная команда, она растет и множится по всей России. Мероприятий достаточно много, они иногда узкоспециализированные, но вот последнее время уже необходимости в узкоспециализированных мероприятиях нет, потому что действительно информированность значительно повышена. А вот обсуждение таких нозологий в структуре каких-то крупных конференций, терапевтических, хирургических, реанимационных, вот здесь очень важно, чтобы просто врачи разных специальностей знали, что такая болезнь есть, и сейчас мы продолжаем участвовать в таких мероприятиях. Ну и, собственно, вот как раз, например, наше сегодняшнее мероприятие тоже таким же образом, надеюсь, поможет наладить взаимодействие между врачами. Как долго нужно лечить эту болезнь? Всю жизнь. То есть, как поставили Диану, всю жизнь лечим? Да. И мы должны информировать наших пациентов, мы должны, скажем так, чтобы они понимали, что это не болезнь, которая может в любой момент излечиться, а что это часть их жизни. И, соответственно, вот она теперь такая. Вот у них теперь есть такая большая семья, они друг о друге тоже знают, почему еще важны эти пациентские сообщества. Потому что наша общая задача сделать так, чтобы их жизнь была полноценной, чтобы терапия была эффективной, чтобы они могли реализовывать все свои планы. Они работают, они учатся, они рожают детей, они занимаются спортом. И те самые трансфузии, про которые мы говорили, это, конечно же, не метод терапии. Это поддерживающий метод для пациентов, у которых по каким-то причинам не получилось использовать адекватную таргетную терапию. Временный метод, который позволяет выждать время до момента получения препарата. По, собственно, патогенетическому лечению, по монокональному телу. И он вводится, этот препарат однократно. Он проводится раз в месяц. Каким образом? Внутри мышечки, внутривенности, назально. Да, я не ответила на этот вопрос. Здесь в чем вот эта сложность длительного лечения? Потому что икулюзумаб вводится на ранних этапах. Первая вот такая индукционная схема раз в неделю, а далее в течение всего времени терапии раз в две недели. И, конечно же, это немножко усложняет жизнь всем, и пациентам в первую очередь. Но пациент заинтересованное лицо. Но, конечно же, требуется постоянное участие медицинского сообщества, потому что этот препарат невозможно просто отдать пациенту, чтобы он его сам себе вводил. И по совокупности причин. Поэтому во всем мире, естественно, пытаются сделать так, чтобы как-то немножко оптимизировать саму тактику, вот эту логистику пациентов. И создаются молекулы, которые имеют больше интервалов ведения. Есть подкожные формы теперь. Вообще вот эта структура развития инъебиторов комплимента за последние 20 лет – это колоссальная отдельная часть медицины. Очень интересная, надеюсь, очень многообещающая. При очень многих заболеваниях уже используются инъебиторы разных этапов комплимента, разных кофакторов. То есть есть целая схема. Это действительно чрезвычайно интересно. Но вот в плане ПНГ и других комплиментопосредованных патологий, например, атипичного гемолитико-румического синдрома, при котором тоже назначается эколизумаб, сейчас у нас только эколизумаб в наличии. Но я думаю, что это вопрос ближайшего будущего, когда будут препараты, которые вводятся и раз в месяц, а может быть и реже. Возможно, будут какие-то таблетированные формы. Об этом тоже идет речь во всем мире. Ну, к сожалению, у нас в России не разрабатываются отдельные молекулы. Но как минимум биоаналоги, мы надеемся, что они у нас тоже будут. Есть ли какие-то жестко ограничивающие факторы для этой категории пациентов? Ну, кроме того, что не нервничать, это понятно. Это невозможно. Жестко ограничивающих нет, кроме того, что если они находятся на терапии, они не должны пропускать эти введения препаратов. Но чаще всего пациент – самое заинтересованное лицо. И поэтому, конечно же, как отче наш, раз в две недели введение внутривенного препарата они получают. Все остальное связано с ограничениями, скажем так, по самочувствию. То есть, естественно, если мы говорим не планировать беременность на каком-то этапе, пациенты должны слушаться. Потому что почему мы можем сказать, что нельзя планировать, например, беременность? Это значит, сопряжено с дополнительным риском. Если же в целом болезнь под контролем, то уже на нашем вот таком пути медицинском мы знаем, каким образом создать те условия, чтобы не получить осложнения, в том числе во время беременности, в том числе во время операции, в том числе во время других каких-то. Вот мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, сразу стал вопрос, а что делать больным ПНГ, если у них и так высокий риск тромбозов, а тут еще и коронавирусная инфекция. И, конечно же, вот у нас ПНГ, и коронавирус ПНГ, и хирургические вмешательства ПНГ. И вот таким образом мы получаем все больше и больше информации. Серьезных ограничивающих методов нет, только особенности достижения ремиссии при этой патологии. Мария Алексеевна, спасибо вам большое за такой всеобъемлющий и подробный рассказ о ПНГ, который важен и для пациентов, и для специалистов. И очень важный момент, который нам, скорее всего, зададут, в том числе и в чате, и на сайте, где можно подчеркнуть новую информацию. Для специалистов, где можно почитать об этом заболевании и общей алтактике. И для пациентов, где можно почитать такую общепопулярную информацию, чтобы как жить, как развиваться, как дальше двигаться. Для специалистов, конечно же, тем более сейчас у нас основной регламент это клинические рекомендации. И клинические рекомендации по ПНГ существуют и первичные 2015 года, и сейчас они обновленные. Серьезных изменений там нет. Там действительно все критерии к показанию назначения терапии, небольшие нюансы новые прописаны. Но в целом весь алгоритм действия врача на этапе диагностики и назначение терапии, и ведение таких пациентов описано в клинических рекомендациях. Насчет пациентов, я думаю, что все-таки основной ресурс это именно общение их между собой, общение с пациентскими организациями. Такой общепопулярной литературы, которая была бы интересна пациентам, но, наверное, все-таки пока нет. Я думаю, что, может быть, это то, что нам стоит исправить. Потому что я знаю, что за границей много разных сложных патологий описываются комиксами. И мы, кстати говоря, пытались на самых ранних этапах с коллегой Статьяной Валерьевной Кирсановой создать такие комиксы, продемонстрировать, как развивается ПНГ, как страдают эти клетки, какие они такие грустные, разрушаются. У нас есть такая задумка была, по крайней мере. Но это не воплотилось в какую-то общепопулярную литературу. Она осталась между нами на обсуждениях с пациентским сообществом. Возможно, это то, что действительно имеет смысл изменить. То есть создать что-то новое. Да, я думаю, что это как раз направление развития, потому что, конечно же, формированность и понимание, они уменьшают страх. Конечно. И уменьшают стресс, который может привести к гемолизму. Абсолютно. Спасибо вам большое. При этом мы еще не знаем, от чего это берется. Так что будем просто более позитивны и настроены. Спасибо большое за информацию. Спасибо за нашу встречу. Спасибо.